Теперь пойдем к определенному интегралу. Я заранее написал вот эти базовые вещи, так что нам нужно их писать долго, но тут все понятно. Мы с вами хотим сейчас научиться интегрировать по Римману функцию f, отображающую отрезок a, b во множестве вещественных чисел. И мы будем предполагать, что a меньше, чем b. Ну, естественно, мы даем несколько определений. Вообще говоря, под разбиением какого-то множества мы понимаем обычно набор других множеств, которые попарно не пересекаются, и объединение которых это данное множество. Но в случае интеграла Риммана удобно разбиение понимать немного в другом смысле, а именно как просто набор точек, которые положены на этом интервале a, b, или на отрезке. Значит, мы говорим про отрезок a, b, и вот на нем заданы какие-то точки. Значит, первая точка у нас всегда совпадает с a, последняя точка всегда совпадает с b. Ну и дальше они вот расположены по возрастанию. Надо отметить, что расстояния между ними могут отличаться. Вот, то есть шаг может меняться, естественно. Вот, расстояние между точками мы обозначаем там дельта x и t. Где-то дальше есть x и минус 1, x и t. И вот расстояние между x и t и x и минус 1 – это дельта x и t. Вот, теперь, вот, соответственно, всякий такой упорядоченный набор точек x, x0 и так далее, xn, называется разбиением отрезка a, b. Вот и все. А дальше, значит, мы делаем следующую вещь. Мы из каждого отрезка выбираем какую-то точку. И в этом случае соответствующие точки, выбранные из этих отрезков, называются выборкой из разбиения. То есть вот если я на отрезке от x и т, от x и минус 1 до x и т выбираю точку кси и t, то вот набор точек этих кси и т, называется выборкой из разбиения b. Вот. Дальше, что такое мелкость разбиения? Тоже довольно очевидная вещь. Значит, мы просто берем максимальный размер шага, да. Максимальный размер шага. И вот он называется мелкостью разбиения. Давайте еще такое обозначение ведем. Вот, обозначим. Через p большое с нижним индексом дельта. Ну, мы также будем просто писать p с нижним индексом дельта. Подразумевая наш отрезок фиксированный. Семейство всех разбиений. p малое. Такое, что его мелкость меньше, чем дельта. Ну, просто вместо того, чтобы писать, рассмотрим разбиение мелкости меньше дельта. Короче, написать, что p принадлежит p дельта. Мы этим будем часто пользоваться. Поэтому, вот, извиняюсь за такое обозначение, но оно сократит нам записи. Вот. Теперь, что еще нужно определить? Значит, давайте я еще, кстати, чат открою. Ну, не забывайте, что вопросы можете писать, если они возникают. Так. Ну, вот, еще, значит, нужно что определить? Значит, теперь вот нам нужно уже определить интегральную сумму. Значит, давайте отдельное определение напишу. Определение. Если у нас есть какое-то разбиение и выборка из него, то вот такая вот конструкция, значит, сигма от f, b, i, которая определяется как сумма по i одного до m, f от xi и t дельта x и t называется интегральной суммой Риммана функции f, соответствующей разбиению p и выборке xi. Называется интегральной суммой Риммана. Риммана соответствующая p и xi. Вот. То есть тоже довольно понятно. Мы вот геометрический смысл нарисован в любом учебнике, что мы, значит, вот есть график функции, есть отрезок xi-1 xi, в нем есть точка xi, в ней мы считаем значение функции и умножаем его на длину этого промежутка. Ну, и вот складываем сумму площадей таких столбиков. Значит, вот, а теперь дадим определение интеграла Риммана и интегрируемой функции. Определение. Значит, функция f называется интегрируемой по Римману. f называется интегрируемой по Римману. На отрезке А, Б. Если... Да, знаете, вот лучше по-другому немного написать. Значит, ну, раз я так написал, начал писать, то я напишу так. Если существует число И, принадлежащее Р, такое, что для любого эпсилум больше нуля существует дельта больше нуля, такое, что для любого разбиения отрезка А, Б, мелкостью меньше, чем дельта, выполнено, что модуль И минус сигма от f, b, c меньше эпсилона. Вот, ну, то есть, все интегральные суммы Риммана функции f на разбиениях мелкостью меньше, чем дельта, мало отличаются от И. Да, значит, выполнено, я не написал для каких кси. Значит, естественно, для любых выборок, для любой выборки кси из Б. Вот, естественно, возникает вопрос, а вот могут ли, может ли число И быть определено неоднозначно? Ну, или другими словами, откуда следует, что число И определено однозначно? Ну, это просто из неравенства треугольника следует, да, потому что если таких И нашлось два, то есть, например, если И и Ж удовлетворяют этому определению, то тогда что получается? Я могу взять в качестве дельты минимальное из соответствующих дельт, вот, и найти разность, значит, И минус Ж меньше либо равно, вот, чем модуль И минус сигма от f, b, c плюс ж минус сигма, ну, я лучше напишу, вот, по-другому, я лучше напишу сигма от f, b, c минус ж, вот, и если я возьму достаточно маленькое разбиение, то первое слогаемое будет меньше, чем эпсиум пополам, второе будет меньше, чем эпсиум пополам, вот, ну, и следовательно, у нас получается, что модуль И минус Ж меньше, чем эпсиум, для любого эпсиума больше нуля, значит, И равно Ж. Следовательно, если такое И существует, то оно единственное. Вот, теперь я хотел бы такое предложить определение, вот, ну, оно классическое, это не я его предлагаю, конечно, значит, давайте, раз у нас это число И определено однозначно, то мы его будем называть как раз интегралом Риммана. Ну, я переведу на следующую страницу, значит, определение. Если такое число И существует, то это число называется, то И называется собственным интегралом Риммана. Собственным интегралом Риммана функции F по отрезку АБМ. Вот, это обозначается как, пишут, интеграл от А до Б, F от Х, ДХ равен И. Ну, также используется обозначение просто, интеграл от А до Б, F, ДХ. Ну, в некоторых учебниках F не пишут, точнее, в некоторых учебниках ТХ не пишут. Ну, вот мы будем придерживаться классических обозначений, то есть там писать интеграл из ДХ. Вот, значит, а функция F в этом случае называется интегрированным паримоном. Функция F в этом случае называется интегрируемой по Римману. Вот, и семейство всех интегрируемых по Римману на отрезке АБ функции будем обозначать РАБ. Значит, обозначим через РАБ семейство всех функций из АБ в Р, которые интегрируемы по Римману. Вот, ну, на самом деле, сразу можно заметить, что... вот просто прям по определению видно, что, например, индикатор любого промежутка является функцией интегрируемой по Римману. Значит, если... Ну, допустим, А лежит в АБ, это промежуток, то вот такая вот функция, индикатор множества А от Х, она определяется как 1, если Х принадлежит А, значит, 1, если Х принадлежит А, и 0, если Х не принадлежит А. Вот. Ну, такая функция тогда будет интегрируема по Римману, непосредственно по определению, получается, да? Вот. И, наверное, вы видите, чему будет равен интеграл Риммана такой функции. В минус А? Что еще раз? В минус А? Ну, не обязательно. У нас же А не обязан совпадать... Вот промежуток А не обязан совпадать с отрезком АБ. То есть, тут такая картинка, что я вот рассматриваю отрезок АБ, и в нем есть какой-то промежуток И, не И, а А. А. И я рассматриваю функцию, которая вот на А равна 1, а в остальных точках 0. Давайте я другим цветом каким-нибудь нарисую. Значит, вот наша функция равна на А равна 1, а в остальных точках она равна 0. Ну, мы говорим обо функции на отрезке АБ, поэтому я только так вот должен нарисовать. Вот это вот индикатор А от X. Значит, соответственно, где-то здесь у нас есть ось Y, и вот это вот у нас единичка, а это 0. Ну, тогда это длина промежутка. Длина промежутка, да. Вот. Это просто следует из определения. Ну, вот в качестве упражнения вы можете как бы совсем строго вот для любого эпсиона, значит, подобрать как раз дельта такое, что на промежутках, на разбиениях мелкости меньше, чем дельта, интегральная сумма Риммана отличается от вот этой длины промежутка А не более, чем на эпсиона. Это вот упражнение. Просто по определению доказать. Значит, то интегрируем по Римману. по Римману на А, Б, и интеграл от А до Б от индикатора промежутка А, x dx равен длине А. То есть это супремум А минус инфимум А. Вот. Ну, я, наверное, не буду сейчас указывать. Тут довольно очевидно, какое дельта нужно взять. Вот. Но, тем не менее, это все-таки важное упражнение, которое нужно сделать, чтобы освоить это определение. Вот. Ну, таким образом, как бы у нас есть функция, интегрированная по Римману. Вот. Значит, теперь давайте дальше будем исследовать. Вот еще, на самом деле, в определении интеграла иногда удобно рассматривать отрезки, у которых концы записаны в другом конце. Вот. Поэтому давайте я вот в этом определении еще запишу, что просто по определению интеграл от Б до А f от x dx по определению считается равным минус и. А интеграл от А до А f от x dx просто по определению считается равным нулю. Вот. Это нам позволяет как бы свести ситуацию к тому случаю, когда у нас концы упорядочены. Вот. Что А меньше, чем Б. Да. Это вот первое замечание. Теперь давайте, значит, еще уже перейдем к каким-то критериям интегрируемости. Ну, значит, хотя, знаете, перед тем, к критериям переходить, давайте еще одно небольшое утвердение напишу. Утвердение такое. Вот смотрите. Если мы посмотрим на определение интегральной суммы Риммана, вот оно, значит, сигма от f, p, x, то видно, что если функция f является линейной комбинацией функции g и h с коэффициентами, там, альфа и бета, то соответствующая ей интегральная сумма Риммана является такой же линейной комбинацией суммы Риммана функцией g и h. Ну, давайте я запишу. Значит, замечание. Если f, если f равно альфа g плюс бета h, то сигма от f, p, c равно альфа сигма от g, p, c плюс бета умножить на сигма от h, p, c. Ну, я думаю, это как бы видно просто по определению. Вот. И отсюда вот уже следует следующее замечательное свойство интеграла, что он линейно относительно функции. Значит, если f равно альфа g плюс бета h, где альфа и бета принадлежат к r, и g h, интегрируемы по Римману на отрезке ab, то эта функция тоже интегрируема по Римману на отрезке ab, и ее интеграл равен соответствующей линейной комбинации интегралов. вот. Значит, это вот непосредственно следует из вот этого замечания. вот, ну, это как, понятно, как это доказывать, я надеюсь. То есть вот точно так же, как то, что там предел суммы сходящихся последовательностей равен сумме их пределов. Ну, я, значит, раз никто не пишет, что нужно это доказать, то, значит, всем очевидно. Поэтому пойдем дальше. Значит, вот теперь давайте уже, после того, как мы немножко освоились с этим определением, давайте мы поисследуем некоторые критерии интегрируемости. Потому что, естественно, вот так вот по определению очень тяжело в большинстве случаев. проверять, интегрируема данная функция или нет. Вот. По этой причине мы вначале докажем такой простой критерий. Вот, значит, он будет называться критерий Каши. Теорема. Критерий Каши интегрируемости по Риммуну. Критерий Каши интегрируемости по Риммуну. Вот. Утверждается, что наша функция f интегрируема по Риммуну на отрезке АВ. когда и только тогда, когда для любого эпсилума больше нуля, существует дельта больше нуля. Такое, что для любых двух разбиений, p и q мелкостью меньше, чем дельта, и любых выборок c из p и этно из q выполнено следующее неравенство. Значит, соответствующие интегральные суммы Римма на функции f на p c и на q этно отличаются меньше, чем на эпсилум. Вот. Ну, в принципе, довольно ожидаемое такое, да, определение. Ну, по крайней мере, если исходить из аналогии с классическим критерием Каши. Вот. Давайте докажем. Ну, во-первых, какая часть очевидна? Значит, очевидна, наверное, необходимость, да, потому что просто по определению. Потому что если у нас функция интегрируема, то модуль сигма от f p и минус сигма от q это меньше либо равен, чем модуль сигма от f p и минус и плюс модуль и минус сигма от f q это. И где в качестве и я беру интеграл от функции f. Вот. Тогда, значит, по определению интеграла Риммана первая слогаема будет меньше эпсилона, если выборка, значит, если разбиение достаточно мелкое, то есть если мелкость разбиения меньше, чем дельта, например, да. И второе слагаемое, значит, будет меньше эпсилона, если мелкость разбиения меньше, чем дельта. Значит, их сумма меньше, чем 2 эпсилона. Тут как бы все просто. Вот. В другую сторону тоже, в общем-то, не сложно. Значит, что мы сделаем с вами? Давайте мы выберем последовательность такую. Значит, вот пусть у нас, например, Эпсилон КТ Пусть Эпсилон КТ Равно 1 на К Ну и дельта КТ Берется из вот этого условия Каши Вот. Ну, который говорит, что для любого Эпсилона больше нуля существует дельта. Значит, в частности, для Эпсилон КТО существует дельта КТО. Значит, под К я понимаю натуральные исчезы. Это числа. Вот. Тогда Апси КТО Апси КТО это выборка из ПК ТО. Вот. Тогда в силу 1, что мы можем сказать про нашу последовательность Сигма КТО? Ну, значит, в силу условия 1, она у нас будет фундаментальной, да? Значит, ну, наверное, тут надо немножко поаккуратнее, правда, про дельта сделать. Значит, давайте мы возьмем в качестве дельта. Значит, я хочу дельта, чтобы всегда у меня была убывающая последовательность. Значит, дельта КТО берется из условия Каши 1, так что дельта КТО меньше либо равно, чем дельта К минус 1. Вот. Тогда что получается? Тогда для любых К и Л, значит, или давайте я так напишу, у нас Н и М не задействованы, значит, для любых натуральных чисел Н и М вот у нас что получается? У нас получается, что что мелкость мелкость разбиения ПНТО и мелкость разбиения ПНТО извините, ПНТО меньше, чем значит, получается, меньше, чем минимальная ну, значит, нет, лучше так меньше, чем максимальная, да, из дельта Л, дельта Н и дельта М меньше, чем максимальная из дельта М и дельта М вот, просто как бы непонятное условие, да, вот и тогда получается, что в частности у нас сигма значит модуль сигма М минус сигма М будет меньше, чем что? будет меньше, чем один на на максимальное из М и М потому, что получается, значит, сигма Н и сигма М это интегральные суммы отвечающие разбиением мелкость которых меньше, чем максимальная из дельта Н и дельта М а для всех таких разбиений в силу условия 1 значит разность соответствующих интегральных сумм меньше, чем Эпсилон да, поэтому получается, здесь будет ну, меньше, чем Эпсилон соответствующая ну, давайте так вот, допустим, у нас это равно дельта К атому допустим максимальная среди дельта Н и дельта М оказалась равным дельта К атому тогда у нас получается что сигма Н минус сигма М меньше, чем Эпсилон Катая просто да вот то есть в общем непосредственно получается по вот этому по условию 1 последовательность сигма Н оказывается фундаментальной это числовая последовательность фундаментальная соответственно по критерию Каши существует И такое, что которому она сходится существует И, принадлежащее R сигма Н сходится к И Рен, стремящийся к бесконечности Вот на самом деле получается что дельта К даже не обязательно подчинять вот этому условию что что у нас дельта К меньше Леберного чем дельта К минус первого вот контрольный вопрос нужно нам это условие или нет дельта К меньше чем дельта К минус первое нужно потому что нам нужно чтобы фундаментальная последовательность дельты была а по нему уже строим сигму ну да вот нам же нужно чтобы вот это условие было значит что сигма Н минус сигма М было выполнено меньше было меньше чем Эпсилон К для всех для всех Н и М больших чем К допустим значит ну тогда получается что все-таки нам нужно чтобы они монотонно убывали эти дельта К потому что тогда у нас вот у нас всегда как бы дельта Н и дельта М ну лучше получается написать так что для любого натурального К если у нас Н и М больше либо равны К то максимум из дельта Н и дельта М будет в любом случае меньше либо равен дельта К вот ну и тогда значит получается что у нас вот это условие будет выполнено я думаю я думаю лучше действительно так написать это будет это будет более более прозрачно значит у нас получается для любого я я здесь напишу для любого любого К принадлежащего Н и любых Н и М больших либо равных чем К у нас получается что максимум из дельта Н и дельта М будет меньше либо равен дельта К максимум от дельта Н дельта М меньше либо равен дельта К ну и следовательно получается следовательно вот мелкость разбиений П М и П меньше чем дельта К вот а значит Сигма Н и Сигма М отличаются не больше чем отличаются меньше чем на Эпсиум К ну вот так более аккуратно получается доказательство ну дальше нам остается сказать конечно наверное такую вещь что для любого Эпсиума больше нуля существует какое-то Н большое такое что если А больше чем Н большое то значит модуль Сигма Н минус Сигма М меньше чем Эпсиума но я думаю тут дальше это понятно все вот как нужно ли здесь дальше или детали добавлять или здесь все ясно с этим дальше ну наверное как-то вы не очень это дружно говорите, я тут еще раз скажу. Значит, еще раз. Вот мы для каждого К берем дельта-каты, ну и причем понятно, что можно их выбрать так, что они будут не возрастать. Просто по индукции мы берем, каждый следующий меньше либо равен, чем предыдущий. Вот, тогда у нас получается, что, значит, у нас просто последовательность интегральных сумм Риммана в этом случае будет фундаментальная. Вот, а, да, знаете, еще вот здесь все-таки я не записал одну вещь. Значит, мы выбрали, мы выбрали, значит, одну какую-то последовательность сумм Риммана, которые сходятся. Нам же нужно доказать дальше, что для всех, вот, что для всех разбиение мелкостью меньше некоторого дельта все суммы Риммана будут мало отличаться от И. А мы тут выбрали только какой-то счетный набор суммы Риммана, которые мало отличаются от И. Но что здесь можно сказать? Значит, у нас получается, тогда, если мелкость разбиения, значит, если П это разбиение отрезка АВ мелкостью меньше, чем 1 на Н, то что мы отсюда можем сказать? Модуль Сигма от F, P, C, минус И, меньшее бравно, чем модуль Сигма от F, P, C, минус Сигма М, да, только надо брать, значит, ну, сейчас мы посмотрим, какую мелкость надо взять. Значит, вот идея такая, я хочу взять достаточно мелкое разбиение, значит, вот Сигма, Сигма, минус Сигма М, плюс модуль Сигма М, минус И. Вот, второе слагаемое стремится к нулю, Риммана, стремящийся к бесконечности. Значит, я могу выбрать Н такое, что Сигма М минус И меньше, чем Эпсину пополам, правильно? Вот, зафиксировав такое Н, значит, у любого Эпсиума больше нуля существует натуральное число Н, такое, что модуль Сигма Н минус И меньше, чем Эпсиум пополам. Это первый момент. Вот, зафиксируем такое Н. Тогда, что я могу сказать про разность вот этих вот двух Сигм, значит, Сигма от F, P, X и Сигма от, и Сигма Н. Ну, тогда, значит, здесь я могу в качестве, значит, я хочу просто воспользоваться этим условием 1, условием каши. Ну, значит, оно будет выполнено для всех с достаточно мелких разбиений, да? Поэтому, что получается? Значит... Да, наверное, еще нам вот важно, это тогда, чтобы мелкость вот этих вот разбиений дельта-каты стремились к нулю. Дельта-каты стремились к нулю. Приказ, стремящийся к бесконечности. Такое тоже можно сделать, это понятно. Вот. Тогда, значит, вот после того, как мы выбрали эти дельта-каты, стремящиеся к нулю, у нас получается, что, значит, мы можем на самом деле в другом порядке сделать. Нам лучше начать с первого слагаемого. Значит, из условия 1 следует, что для любого Epsilon больше нуля существует дельта больше нуля, такое, что вот выполнено то условие 1. И, значит, следовательно, при... Ну, я бы сказал так. Поскольку дельта-каты стремится к нулю, в реках, стремящихся к бесконечности, то существует N кое-что одновременно. У нас модуль Стигма-N минус И меньше, чем Эпсиум меньше, чем Эпсиум и дельта-н меньше, чем дельта. Вот. Ну и тогда получается, что для любого разбиения, если длина разбиения П, если мелкость разбиения П меньше, чем меньше, чем дельта, то модуль Сигма от Ф П Си минус Сигма Н меньше, чем Эпсиум, а второй слагаемый тоже меньше, чем Эпсиум. Значит, получается, что следовательно, модуль Сигма от Ф П Си минус И меньше, чем 2 Эпсиума. Вот. Вот теперь уже как бы все совсем строго доказано получается. Вот. Но я хочу просто сказать, что это доказательство в идеальном плане довольно простое. Мы пользуясь условием 1 выделяем последовательность интегральных сумм, которая фундаментальна, но и дальше доказываем, что остальные интегральные суммы от нее мало отличаются. Так, ну что, я надеюсь, теперь уже тут вопросов точно нету. Вот. Спасибо, что вы внимательно следите. Значит, теперь пойдем дальше. Ну, вот этот критерий хороший, потому что значит, в чем как бы смысл критерия Каши, вот этого критерия Каши интегрируемости по Римуну в том, что мы можем, так сказать, не гадая, чему должен быть равен интеграл от функции f, проверить, будет она интегрируема или нет. То есть здесь, как видите, в этом условии сам интеграл, значение интеграла никак не входит. Ну, то же самое, как и для последовательности, для критерия Каши сходимости последовательности. Вот. Поэтому теперь вот мы можем, например, пользуясь этим критерием Каши, привести пример какой-нибудь функции неинтегрируемой по Римуну. Вот давайте мы, например, классический пример рассмотрим такой. Пример. если f от x это функция делихлем, которая, в общем-то, является как индикатор множества рациональных чисел. то f не принадлежит r a b, то есть неинтегрируемый по Римуну ни на каком отрезке a b. Вот. вот, ну, что, значит, докажем по критерию Каши. По критерию Каши у нас получается такая вещь, что существует, значит, допустим, для ε равного чему? Ну, допустим, 1 на 2b минус а. Существует дельта. Такое, что если у нас есть два разбиения мелкостью меньше дельта, если P и Q принадлежат P и дельта, то для любых выборов C и ETA из P Q значит, модуль сигма модуль сигма от P модуль сигма от F P Q минус сигма вот F так, не Q значит А, ну, вот я увидел вопрос из чата, значит, теперь как раз мы как раз мы сейчас и рассматриваем пример, как с помощью этого критерия доказывать неинтегрируемость по риману. и так, значит, вот получается здесь Q а здесь Q это. Вот. Тогда у нас эта разность получается что мы при ней можем сказать? Значит, она должна по критерию Каши быть меньше, чем 1 на 2 B минус с другой стороны я всегда могу сделать такую вещь. Вот. Я могу всегда взять разбиение мелкостью меньше дельта, но это понятно. просто, например, берем шагаем с шагом дельта пополам до тех пор, пока не дойдем до B. вот. И дальше я делаю так. я возьму какое-нибудь, например, возьмем произвольное разбиение мелкостью меньше дельта и Q равное P. возьмем одинаковое одно и то же разбиение. Тогда, значит, вот я из каждого отрезка разбиения, это X и минус 1, это X и это возьму две точки. Одну возьму рациональную, другую и рациональную. Берем Кси и пересеченную с X и минус 1 X и это берем из значит, из множества и рациональных чисел пересеченного X и минус 1 X и и вот но такое всегда можно сделать, да, вот, когда получается, что да, я забыл написать, что где у нас предполагается, что где P это точки X и X и 1 до n вот, тогда получается тогда будет выполнено следующее свойство, значит, там мы можем просто явно посчитать sigma от F P P P и значит, это это нас будет сумма по i 1 до n F от x и дельта x и t F от x и t по нашему выбору это получается единичка а дельта x и то остается как есть это получается сумма по i до n дельта x и это получается просто равно длине отрезка b то есть это b минус а вот а sigma от f sigma от F P это получается равно сумме по i 1 до n f от это и това дельта x и t и f от это и това равно нулю значит это получается ноль вот ну и тогда получается что модуль sigma от F P и минус sigma от F P это равно b минус a b минус a так значит а в качестве epsilon лучше брать тогда не такое я какую-то ерунду написал давайте мы в качестве epsilon возьмем b минус а пополам вот тогда значит получается что это должно быть меньше чем epsilon равно b минус a пополам а это противоречие вот ну как видите значит таким образом можно доказывать с помощью критерия каши что какая-то функция неинтегрируем потому что по определению это доказывать вообще неудобно потому что нужно грубо говоря перебирать все возможные значения интеграла и доказывать что они не являются значениями интеграла а тут как бы вот по критерию каши очень просто получается так значит этот пример мы разобрали теперь давайте следующий критерий докажем ну я напомню что любого множества ну скажем а лежащего в а б колебанием функции f на множестве а называется такая вещь значит омега от f а является как премум по x y принадлежащим а модуль f от x минус f от y ну и понятно что на самом деле этот супремум можно написать как супремум f по а минус инфимум f по а вот тогда получается что тогда получается что значит мы можем вот теперь уже с помощью вот в терминах этого колебания дать новый критерий интегрируемости по римону значит я забыл написать что эта штука называется называется колебанием f на множестве а ну вот значит тогда следующий будет критерий будем называть его следствием критерия каши значит если наша функция f значит если функция f отображает из отрезка b в r то f интегрируемо тогда и только тогда когда любого epsilon больше нуля существует delta больше нуля такое что взвешенное колебание функции f на разбиение p меньше ну я лучше напишу так что для любого колебания для любого разбиения p мелкостью меньше чем delta выполнено что взвешенное колебание функции f на p меньше чем epsilon где взвешенное колебание функции f на разбиение p определяется как сумма по и одного до n здесь предполагается что p образована точками x и и одного до n это будет сумма по и от одного до n колебания функции f на отрезке x и минус 1 x и t множество дельта x называется вот эта конструкция взвешенным колебанием называется взве н колебанием f на ab так ну вот значит здесь давайте докажем что это действительно что это действительно критерий интегрируемости функции по римуну вот ну в одну сторону будет несложно доказать значит дело в том что если функция интегрируем по римуну любого эпсиума больше нуля существует дельта больше нуля такое что фигма от r p c мало отличается от фигма от r q это для любых вот выборок из разбиений любых выборок для любых разбиений p и q мелкостью меньше чем дельта и любых c и это любых выборок c это из p и q точка вот давайте посмотрим что это такое значит у нас давайте посмотрим на сигма от p p c минус сигма от p q значит я вот возьму в качестве p и q одно и то же значит я возьму так fp это вот эта вещь это что будет это будет сумма по и от 1 до n f от psi и т минус f вот это и т умножить на дельта x и т вот тогда что получается когда какие бы я кси и т и т из отрезка x и минус 1 x и не брал у меня получается вот эта конструкция значит что я могу про нее сказать значит эта конструкция будет по модулю не превосходить колебания да значит если я возьму это по модулю она будет не превосходить колебаниям вот но нам нужно как бы в другую сторону с вами оценить значит вот я хочу теперь доказать что что значит колебания что это взвешенное колебание будет меньше чем будет меньше чем эпсилон да но понятно что я всегда могу кси и это и это выбирать так что знак вот этой разности будет один и тот же значит вот всегда можно выбрать кси и это и это всегда можно выбрать так что так что f от кси и этого минус f от это и этого больше нуля вот ну и поэтому получается что у нас вот эта вещь она будет значит у нас получается да следовательно сумма по и одного до м ф окси и это минус f вот это и это дельта икс и это будет меньше либо равно чем эпсиум ну и тогда получается что вот эти вот значит поскольку омега ну вот смотрите омега от ф значит колебания ф на этом итом промежутки и минус 1 икс и то это супремум окси и тому и это и тому принадлежащему этому промежутку икс и минус 1 икс и то модуль эхот и то минус эхот это и то да значит я коряво это немножко пишу но тут на самом деле понятно что на самом деле просто вот вот в этом определении вот этот супремум который здесь записан можно было бы проще написать можно было бы написать что это просто супремум о икс и принадлежащим а f от x минус f от y правильно вот потому что брать пару икс и икс это то же самое что брать пару икс и когда как бы со знаком мы можем делать все что хотим вот поэтому получается что как раз у нас супремум суммы меньше ли брайен суммы супремум это с одной стороны а с другой стороны у нас получается что значит у нас для любого выбора точек это и это это из из вот этих вот отрезков значит x и это x минус 1 x и у нас получается что сумма вот этих вот разностей умноженных на дельта x будет меньше либо равна чем эпсилум вот ну и значит поскольку у нас взвешенное колебание это супремум то отсюда автоматом получается что омега от f p меньше чем эпсилум ну что значит понятное это рассуждение или уточнить я пока что не знаю что это можно уточнить просто значит короче говоря смотрите более простое объяснение у нас колебания это с одной стороны по определению это супремум модулей разности значений функций но с другой стороны это супремум просто разности значений потому что всякий модуль можно реализовать в виде просто разности правильно вот поэтому значит если мы докажем что вот эта разность которая внизу записана что она вот я оранжевую напишу мы хотим доказать что это меньше либо равно чем эпсилум если мы докажем что эта разность меньше равна чем эпсилон то и супремум таких разностей будет меньше равен чем эпсилон вот но она меньше равна чем эпсилон потому что ее модуль меньше чем эпсилон а вот модуль меньше, чем эпсилон в силу 1. Ну, я-то немного неоптимально это дело записал. Значит, мне хочется немного улучшить это изложение. Значит, тут получается, что, значит, сигма от fp к xi минус сигма от fp это у нас в силу условия 1 меньше либо равно эпсилон. Вот. Вот я проще напишу. Значит, я вот это то, что внизу затру, туда. Лучше не делать. Значит, это вот силу 1. силу 1. Вот. А дальше я просто говорю, что раз у меня вот эта сумма меньше либо равна меньше либо равна эпсилону для любых для любых все ито это ито, принадлежащих xi минус 1 xi ито. Ну, а значит, тогда и супремом таких сумм следовательно омега от fp получается оно равно супрем, значит, супремом по xi итом это итом, принадлежащим xi минус 1 xi итое. Такая запись не может немного забивать с толку, но имеется в виду, что для любого и, да, ближайшего от 1 до n значит, она равна супремому вот этих вот конструкций fx итое минус f от это итое дельта x итое тоже получается меньше либо равно эпсилону. Ну и поскольку эпсилон произвольный, это все, вот теорема доказана. Как мы получили последнее? Последнее это что? Про эпсилон? Или про то, что омега от fp это супремум вот этих вот сумм? А, все, хорошо. Так, ну ладно, да, вот, ну вот мы доказали этот в одну сторону, значит, мы доказали в одну сторону сейчас с вами, значит, мы доказали значит, необходимость доказана. Вот, теперь я хочу доказать достаточность. Чтобы доказать достаточность, нам нужно будет немножко поработать, потому что смотрите, значит, здесь мы воспользовались тем, что мы сравнили интегральные суммы, отвечающие одному и тому же разбиению. А вот теперь, когда мы будем в другую сторону двигаться, значит, у нас что получается? Значит, мне нужно будет значит, мне нужно будет используя, значит, вот, то, что взвешенное колебание мало, доказать, что для любых разбиений по и ку соответствующие интегральные суммы мало отличаются. Вот, и мне уже не получится использовать одно и то же, одно и то же разбиение. Вот, поэтому давайте мы вот перед тем, как будем доказывать достаточность мы введем такое понятие. Значит, для доказательства достаточности введем понятие общего измельчения. Определение. Значит, разбиение R отрезка AB настоящая из всех точек разбиений P и Q называются общим измельчением P и Q Ну, это на самом деле довольно простое понятие. Вот, если у меня есть отрезок AB и есть два его разбиения. вот давайте я их изображу. Допустим, вот красными отметками нарисовано разбиение P а зелеными отметками я нарисую разбиение U Вот, то соответственно общее измельчение это вот синие точки, которые принадлежат объединению P и Q понятно, что их конечный слой можно всегда упорядочить. вот 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 насчет Game 3 понятно общее общее измельчение вот и поэтому теперь будем доказывать достаточность. Значит, вначале рассмотрим такой случай. пусть 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 любого Epsilon больше нуля существует дельта больше нуля такое, что вершинное колебание функции R на любом разбиении P мелкостью меньше, чем дельта меньше, чем все вот пусть вначале пусть Q это какое-то разбиение AB являющееся измельчением P значит пусть P пусть Q это измельчение P вот что здесь имеется ввиду значит здесь имеется ввиду что значит имеется ввиду что Q является каким-то набором точек Y и и и давайте лучше напишу Y и чтобы у нас были разные индексы Y G G G G 1 до M это измельчение P которое равно набору X и от 1 до M не от 1 а от 0 мы всегда от 0 номеруем точки разбиений вот что это означает то есть для любого G принадлежащего от 1 до M существует и принадлежащего от 0 простите это на самом деле понятно для полноты от 0 до M существует и от 0 до M такое что X что Y что неправильно я сказал я хочу сказать что все точки разбиения значит то есть все точки все точки все точки принадлежат Q то есть для любого и от 0 до M существует G такое что он принадлежит от 0 до M и X это равно равно Y житому вот тогда я хочу сравнить значит сравним пусть X и это принадлежит пусть X ну естественно так X это X и и от 1 до M выборка выборка из P а это равное это и тому равное это житому уже от 1 до M выборка из Q значит ну я поясню что значит что Q измельчение P значит вот допустим для простоты P состоит из 3 интервалов значит вот пусть у меня P состоит из X0 X1 ну допустим этот XI минус 1 это X и это X это X N вот значит тогда что получается тогда получается значит Y это его измельчение то есть предполагается что ну не Y а Q значит вот Q уже будет состоять из каких-то других точек но всякая точка разбиения X является точкой всякая точка разбиения P является точка разбиения Q значит и тут у меня получается Y0 это YN и значит здесь у меня находится ну допустим какое-то Y K а это какое-то Y K плюс L ну лучше я напишу наверное так что это у меня пусть будет ну ладно YK а это YL неважно вот и тогда значит я хочу сравнить сравним соответствующие интегральные суммы Риммана сигма от F P и равная сумме по I одного до N F от C и и и и и сигма от F Q это ну оно аналогично определяется как сумма по G одного до M F вот F JT дельта Y JT вот значит я хочу их разность считать и чтобы это сделать я сгруппирую слагаемые сразу по отрезкам из разбиения P значит сгруппируем значит сгруппируем слагаемые из сигма от F P и минус сигма от F U это по отрезкам X и минус 1 X и T вот тогда что у нас будет тогда у нас там будут слагаемые такого вида значит будет F от C умножить на дельта X минус сумма по J от 1 до L так значит вот тут будет такая вещь значит здесь будет F от это житого умножить на дельта ну значит похоже от от K плюс 1 да будет до L дельта Y житая вот где F и L это вы то значит что Y это X и минус 1 а Y это X и то вот тогда что получается тогда значит смотрите ведь у меня дельта X и будет равно сумме вот этих дельта Y житых вот вот эту сумму я могу написать так да это будет сумма по G от каплиц одного до L F от X и минус F от это житая умножить на дельта Y житая ну потому что дельта X и значит дельта X и это равно будет сумме по G от каплиц одного до L давайте где-нибудь здесь в другом месте напишу чтобы не загромождать значит я вверху напишу значит дельта X дельта X и это оно очевидно равно сумме длин отрезков разбиения куна которая разбивается X и минус 1 и это сумма по G вот K плюс 1 до L дельта Y житая правильно вот то есть вот этот один красный отрезок он развивается на зеленые отрезки вот значит вот эту штуку я могу оценить F от X это будет меньше либо равно чем колебание это получается меньше либо равно ну и даже по модулю меньше либо равно значит это будет меньше либо равно чем кребанием давайте а модуль везде добавлю значит по модулю меньше либо чем сумма по G A плюс 1 до L модуль F XI IT минус F F J DELTA Y J это равно значит это будет меньше либо равно чем сумма по G под К плюс 1 до L колебания F на вот здесь будет важно что XI минус 1 X IT DELTA Y J ну а сумма DELTA Y J это DELTA X IT вот поэтому получается что сумма колебаний у нас меньше будет чем следовательно сумма колебаний сумма по I 1 до M F вот P IT DELTA X IT минус сумма по J 1 до M F вот это J DELTA Y J по модулю значит я смотрите что делаю как бы вот для каждого I я соответствующим образом применяю вот это предыдущее рассуждение про оценку про оценку и получаю что значит давайте я допишу все-таки эту формулу извиняюсь значит у нас получается оценка окончательный вид предыдущей оценки он такой получается что меньше либо равно чем омега от X и минус 1 X IT на дельта X IT вот отсюда уже видно что вот эта разность по модулю оценивается как раз суммой по I с 1 до N омега от F X и минус 1 X IT на дельта X IT а это как раз колебание вешанная функция F для разбиения P вот и как бы вот получается что для вложенных разбиений я могу такую оценку делать вот а теперь в общем случае значит если в общем случае если есть два разбиения если P и Q принадлежат P дельта и R их общее измельчение раз это общее измельчение то его мелкость будет меньше будет меньше тоже чем дельта да понятно меньше либо равна строго меньше потому что она меньше либо равна чем максимальная да в любом случае из мелкости разбиений по и Q а это меньше чем дельта вот тогда получается что тогда получается что я могу оценить значит модуль сигма от F P C минус сигма от F Q это меньше либо равно чем модуль сигма от F P C вот минус что значит вот минус сигма от ну значит теперь смотрите значит вот какую какую выборку нужно взять соответствующую общему измельчению да ну значит раз у нас в каждой точке значит да надо выбор какую-то для для значит надо здесь дописать какую-то выборку для так ну значит я вижу время закончилось я сейчас договорю тогда и желающие могут записи посмотреть значит закончат доказывать и на этом сегодня закончим так вот значит получается что вот эту разность этих двух гидральных сумм значит я могу ну идея такая как бы что я могу взять общее измельчение и какую-то соответствующую ему выборку выборку я могу взять произвольно значит возьмем произвольную возьмем произвольную выборку значит скажем z это из r ну да здесь будет такая вещь значит сигма от f пекси сигма от r z плюс сигма от r z минус сигма от f u f и вот давайте посмотрим на первое слагаемое оно у нас будет меньше либо равно чем что значит давайте мы назовем вот эту оценку звездочка значит это будет меньше либо равно чем омега от f от f p силу звездочка а вторая разность будет меньше либо равна чем омега от f q тоже в силу звездочки вот ну и тогда что получается значит тогда получается что если если разбиение если значит если дельта таково что вот как у нас выполнено это условие на предыдущей странице значит что у нас не на предыдущей а вот здесь условие записано значит если дельта таково что значит для всех разбиение мелкостью меньше чем дельта омега от f p меньше эпсилона то мелкостью меньше дельта то любых p и q мелкостью меньше дельта у нас получается омега от f p меньше эпсилон омега от f q меньше эпсилон ну значит их сумма меньше чем 2 эпсилон значит получается модуль сигма от f p и минус сигма от f q это меньше чем 2 эпсилон вот ну и все и получается тогда что следовательно по критерию каши f принадлежит r ab ну на самом деле как видите ничего сложного здесь нету просто значит вот аккуратно нужно расписывать вот эту сумму мы это сделали так ну все всем спасибо что задержались значит остальное остальное тогда вот выложу в записи выложу выложу